Сын священника, бывший семинарист, после военного училища отправился на фронт. Шла Первая мировая. Заслужил три ордена, в том числе Георгиевский крест. В 19-м году Александр Василевский идет в Красную армию. И здесь его тоже ждет успех. Талантливый военно-начальник дослужился до звания маршал Советского Союза. С Самарой Василевского связывало два периода его жизни. В 20-е годы под его руководством были ликвидированы банды, орудовавшие в губернии. В середине 30-х служил в штабе Приволжского военного округа. В 2013 году мы начали работу по увековечению памяти маршала Василевского. В этом же году нам было присвоено имя этого великого человека, не побоюсь этого слова. Это самарский маршал Победы. Многие не знают, но в 34-м, 35-м, 36-м годах он служил у нас в Самаре. В 2014 году на базе нашего учреждения, и мы явились организаторами, уже проходят патриотические чтения, городские патриотические чтения имени маршала Василевского, Героя Отечества. У нас в музее, в школьном, открыт раздел, посвященный жизни и деятельности этого человека. И мы с гордостью называем себя Василевцами. Потому что я считаю, что его жизнь, его деятельность – это образец для подражания настоящему и будущим поколениям. Самарский маршал Победы. Так они иначе Василевского называют в 40-й школе. Здесь работает музей боевой славы. Выставлена экспозиция, посвященная полководцу. А сегодня на фасаде учебного заведения открыли мемориальную табличку в его честь. Очень знаменательно, что именно в школах вот сейчас открывается подобная мемориальная доска. И когда школьники соприкасаются с той историей жестоких тех огненных лет и узнают очень много, глядя на одного, может быть, маршала Советского Союза, здесь Василевского представленного в частности, они соприкасаются с теми другими участниками Великой Отечественной войны, которые бок о бок или под его руководством, под его командованием в те огненные лихие годы завоевали нам вот эту победу. Из Куйбышева Александр Василевский уехал в Москву. После военной академии получил назначение в генеральный штаб. В годы Великой Отечественной войны разрабатывал почти все военные операции. Вместе со Сталином и Жуковым дважды был награжден высшим военным орденом. Победа. В августе и сентябре 45-го на Дальнем Востоке блестяще спланировал и разгромил японских оккупантов. Освободил от агрессора Манчжурию и Северную Корею. Вернул России, Южный Сахалин и Курильские острова. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.